В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Разгул стихии, небывалые ливни и потопы накрыли Нижегородский регион. В семь раз выросло количество заболеваний к содовым плещевым боррелиозам. За полгода в Сарове зарегистрировали 277 случаев присасывания клещей. Саровская православная гимназия объявляет набор учащихся в 10 класс на следующий учебный год. Далее расскажем обо всем подробно. Почти половина месячной нормы осадков. И это еще не конец. Ранним утром 8 июля Нижегородский регион накрыли небывалые ливни. Более суток дожди идут по всей области и не прекратятся как минимум до середины вторника 11 июля. В Нижнем Новгороде затопило дороги и подземные переходы. Вышли из строя ряд светофоров. В Сарове на тротуарах и проезжей части также раскинулись реки. Очевидцы выкладывают в соцсети видео, на которых автомобили тонут в непроходимых лужах. Вода заливается в салоны автобусов. Городские службы борются со стихией в непрерывном режиме. Сотрудники ДЭПа откачивают воду на особо проблемных участках. Чистят дождеприемные решетки от мусора. Изменения погоды синоптики не обещают и прогнозируют опасные метеоявления. Сильные ливни ожидаются еще некоторое время. Передышка, возможно, в среду. 12 июля погода будет пасмурной, но без осадков. А с четверга дожди вернутся в регион. Непрерывные ливни сказываются на дорожной обстановке. На междугородных трассах образовались километровые пробки. В городах автомобили тонут в разлившихся, словно реки, лужах. Отсюда увеличение числа ДТП и затруднение работы общественного транспорта. Как стихия сказалась на Сарове, рассказали сотрудники местной ГИБДД. Потерянные в лужах номера, нарушения работы электрики, перебои в работе мотора. В худших случаях вода попадает в блок управления двигателем, и тогда автомобиль обездвиживается. Такие неприятные сюрпризы погода подбросила многим автомобилистам. Позаботиться о своем имуществе лучше заранее. Защитить машину от природных аномалий поможет КАСКО. Полис ОСАГО не покрывает повреждения в результате урагана, затопления или падения деревьев. Например, если у человека полная страховка, человек застраховал себя от каких-то природных катаклизмов, то в этом случае он имеет право воспользоваться какой-то компенсацией, если машина у него в этом случае будет повреждена. В такую непогоду следует быть особенно осторожными, напоминают сотрудники ГИБДД. На мокром покрытии при выборе неправильной скорости использования изношенных шин, шин с несоответствующим давлением. Одно или несколько колес может потерять сцепление с покрытием, и автомобиль станет неуправляемым. Такой опасный эффект называют аквапланированием или водяным клином. Чтобы его не допустить, следует выбирать адекватную скорость и по возможности избегать глубоких луж, либо не въезжать в них на быстром ходу. Также, где у нас в городе, не секрет, много луж, желательно, если вы не уверены в глубине этого лужа, то желательно туда просто не ехать. Выбирать пути объезда. Но если так случилось, что машину поставили, а машина оказалась в воде, также желательно подождать, пока вода сойдет, заводить автомашину или не рекомендуется в этом случае. На прошлой неделе на дорогах города было спокойно. Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали только одно ТТП с пострадавшим. 5 июля в 13 часов у дома номер 2 по улице Зернова водитель КамАЗа столкнулся с автомобилем Киа. В результате столкновения легковушка откатилась назад, врезавшись в Volkswagen. В сервис консультации «Цифровой психолог» для школьников Минцифры планирует запустить в 2024 году. У ребенка будет личный кабинет, но до 14 лет аккаунтом смогут управлять только родители или опекуны. Подростки смогут сами выбирать специалиста и записываться на прием. В анкете психолога будут указаны уровень образования, опыт работы, формат помощи и примерный перечень проблем, на которых он специализируется. Общаться школьники и психологи смогут по аудио и видеосвязи. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 4% в первом полугодии. Родилось 11,5 тысяч детей. За 6 месяцев заключились 7 тысяч браков и зарегистрировали 6 тысяч разводов. Показатель остался на уровне прошлого года. Чаще всего в брак вступали пары в возрасте от 25 до 34 лет. Ранее правительство Нижегородской области утвердило краткосрочную программу повышения рождаемости. По расчетам властей, в 2023-2025 годах в регионе должно родиться более 67 тысяч детей благодаря механизмам поддержки семей. На территории лыжной базы на кордодроме пройдут всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. 15 и 16 июля в классе кордовых пилотажных моделей самолетов. 29 и 30 июля в классе кордовых скоростных и гоночных моделей. На 40% выросло число случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Сарове. Также увеличилось число обратившихся с укусами клещей, а вот ковид наоборот отступает. Какой была эпидемиологическая обстановка в городе с января по июль, расскажем далее. Летом традиционно активизируются природно-очаговые заболевания. В нашем городе зафиксировали рост случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 40% по сравнению с прошлым годом. ГЛПС – острое вирусное заболевание, протекающее с высокой температуры интоксикации организма геморрагическим синдромом и поражением почек. Его еще называют «мышиной лихорадкой», так как разносчики – грызуны. В этом году, весной, во время весеннего учета численности грызунов, у нас не было положительных находок, то есть не было грызунов, которые были носителями антигена геморрагической лихорадки, то есть они не могли быть источником для человека. В этом году у нас 25% отловленных грызунов выявлено антиген геморрагической лихорадки, то есть люди при контакте с такими мышками заболевают геморрагической лихорадкой. Поэтому в этом году у нас отмечен рост заболеваний. Специфическая вакцинация против ГЛПС не разработана, а потому меры профилактики заключаются в уничтожении мышевидных грызунов в природных очагах инфекции, предупреждении загрязнения жилищ, водоисточников и продуктов питания выделениями грызунов, диротизации жилых и производственных помещений. Природного очага клещевого энцефалита в городе нет, однако у нас всё же регистрируют болезни, передаваемые клещами – болезнь лайма или клещевой барлиоз. В этом году тоже отмечается рост, и рост значительный. Если у нас в прошлом году был единичный случай, то в этом году уже 7 случаев. Связано это с чем? Связано это с тем, что в этом году очень много клещей. Если у нас за весь в прошлый год было 295 только укушенных, это только обратившихся, за полгода этого года уже 259, то есть почти норма прошлого года. В мае было зарегистрировано три случая укусов змей и один – укусы ежа. Часто, встретив их в лесу или в черте города, люди пытаются сделать селфи с ёжиком или просто берут его на руки. Это довольно опасная затея, считает Людмила Котраева. Как и любые попытки контактировать с дикими животными, поскольку легко нарваться на зверька больного бешенства. На территории региона зафиксировали 25 случаев укусов бешеными животными с начала года. Сначала, конечно, болеют дикие животные, лисы. Они кусают кошек домашних. Кошки и лисы в основном. И последний случай в июне зарегистрирован в Арзамасском районе. То есть речь идет к чему? Что не обязательно брать в руки ежей, как вот люди пытаются селфи сделать сейчас с какими-то дикими животными. Это совершенно ни к чему. Было случаи енотов ловить пытались. С января в стране осложнилась ситуация с заболеванием корью. За этот период заразились вирусом около 3000 человек. В Сарове случаев не зафиксировали. Более того, последний случай в нашем городе регистрировали около 20 лет назад. Вспышек и крупных вирусных очагов специалисты не прогнозируют, так как высок уровень коллективного иммунитета. У нас в городе коллективный иммунитет, то есть люди охваточные вакцинацией двукратные, то есть правильно привиты против кори, по данным наших наблюдений больше 97%. То есть по нормам считается, что необходимы не менее 95%. Случаев заболевания ковидом все меньше. Зафиксировали 1700 случаев. За аналогичный период прошлого года их было 17 тысяч. Саровская православная гимназия объявляет набор учащихся в 10 класс на следующий учебный год. Предметы для углубленного изучения – математика и литература. Отдельно планируется набор в кадетскую подгруппу. О специфике приема в гимназию расскажем далее. На следующий учебный год Саровская православная гимназия почти завершила набор первоклассников. Осталось всего два свободных места. Несколько мест осталось в пятых и седьмых классах. Также гимназия принимает ребят в 10 класс, в котором они будут углубленно изучать математику и литературу. Ученикам могут дать возможность выбрать один из профилей, но это будет зависеть от количества поданных заявлений. У нас в гимназии как раз очень хорошие, одни из лучших, я так скажу, учителей-словесников и учителей-математиков. Это доказывается результатами ЕГЭ, потому что средний балл наших выпускников по предметам русский язык, литература, математика выше, чем средний балл по Сарову. Соответственно, это и по России, и по Нижегородской области. В 10 классе будет и кадетская подгруппа. У ребят немного иной учебный план. Они смогут больше заниматься физической культурой, посещать гимнатический тренажерный зал, изучать специальные дисциплины. У кадетов своя отличительная форма одежды. Подгруппы несколько раз в год выезжают на учебные и военные сборы, изучают основы начальной военной подготовки, ориентирования на местности, стрельбы, участвуют в различных соревнованиях и даже совершают прыжки с парашютом. Кадеты получают знания и навыки для поступления в военные вузы, в МВД или МЧС. Подгруппа, они класс. Даже если их там будет два человека, они имеют возможность заниматься отдельно, то есть по своему индивидуальному учебному плану. Это не зависит от того, сколько человек наберется. Сколько придет, столько они, такая подгруппа и будет. Вот у нас там шесть человек занимается в 11 классе, 26 человек класс, из них шесть – это подгруппа кадетская. В Саровской православной гимназии ученики изучают церковно-славянский, древнегреческий и латинский языки, основы православной веры, клиросное пение. Во внутренний распорядок гимназии входят утренние молитвы. Молитва перед едой, посещение богослужений. Ученики много ездят в паломнические поездки, на епархиальные конкурсы и фестивали. В гимназии хорошо развита профориентационная работа. Ребята ездят по предприятиям Нижегородской области, знакомятся со спецификой труда в том или ином направлении. У нас есть маленькое конфессиональное ограничение. У нас ребята должны быть обязательно, кто приходит в гимназию, крещенные, то есть православные. Вот это раз. И второе, у нас обязательно собеседование идет с духовником гимназии, с отцом Владимиром. Поэтому те, кто приходит, мы еще организуем такую встречу с нашим духовником, который должен побеседовать с претендентом учиться у нас в гимназии. По вопросам приема в православную гимназию обращайтесь по телефону 755 15 8 960 171 93 41. Набор проходит до 31 августа. В Березке завершилась молодежная профильная смена «Наше дело». В течение недели более 60 активистов и лидеров общественных объединений занимались под руководством экспертов в социальном проектировании. Итогом их работы стали идеи новых проектов. Движение навстречу возможностям. По таким девизам в этом году проходила молодежная профильная смена «Наше дело» в лагере «Березка». Самые яркие и активные лидеры общественных объединений – волонтеры, школьники и студенты – в течение недели прокачивали свои навыки проектирования. Участникам предстояло включить на полную мощность весь свой творческий потенциал, креативность и критическое мышление и составить вместе с командой план социального проекта, который был бы интересен для молодежи Сарова. С нами работали специалисты по проектированию. Приезжал спикер из Саранска, которая изучала проект, и она делилась с нами этим опытом. Также моя была задача рассказать ребятам про Добро.ру, как регистрируется, про волонтерство в целом, и также помощь в создании проекта. Участники смены познакомились с различными добровольческими и творческими организациями города. Более 60 активистов учились продвигать свой проект в соцсетях, собирать подходящую команду, искать спонсоров и участвовать в грантовых конкурсах. Ребята участвовали не только в обучающих блоках, но и в спортивных марафонах, лидерских тренингах, мастер-классах, веревочном курсе. У нас было 6 проектов с очень разным направлением. Это, например, медиа, спорт, патриотическое направление. Вообще их было много, 6 направлений. Лично мы, молодежный центр, будем работать с направлением здоровья. Я была куратором проекта «Чисто тел». Он был направлен на то, чтобы привлечь молодежь к спорту. Участники профильной смены прокачали свои лидерские, коммуникативные и творческие навыки, научились работать в команде, изучили навыки проектирования. Ребята получили уникальные знания и бесценный опыт. Один спикер был Елена. Она нам рассказывала именно о проекте, как правильно его защищать. Второй спикер был Юлия. Она рассказывала нам о лидерстве. Кто такой лидер, что такое лидер, что такое медиаплан. Яна – это главный куратор отряда. Она нам рассказывала затраты, какие должны были быть, ораторское искусство. Теперь вместе с кураторами ребята будут дорабатывать свои проекты, которые они представят осенью на форуме «Время выбрало нас». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...